Здравствуйте, в эфире в центре внимания, в студии Надежда Пархунова. Сегодня мы будем говорить о политике, а говорить мы будем с Романом Александровичем Кобызом, первым секретарем Амурского обкома КПРФ. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые земляки. Подходит к концу 2020 год очень непростой, очень сложный, но в то же время наверняка плодотворный. Расскажите, с какими итогами вы встречаете новый 2021 год, что удалось осуществить, а что осталось в планах на 2021 год? Спасибо. Вы знаете, главный политический и социально-экономический вывод, который мы сделали, подводя бесспорные итоги уходящего года, это то, что необходимо, и мы в этом каждым днем все больше убеждаемся. Мы это КПРФ, мы это наши сторонники, менять нынешнюю социально-экономическую и политическую систему в стране. Потому что кризис обострил те противоречия либеральной экономики, которые у нас есть, и мы считаем, что рано или поздно наша программа, программа КПРФ, пробьет себе дорогу, потому что мы находим подтверждение во многих спектрах общества, экономики, то, что нужно прислушиваться к нашей программе и нужно менять курс, потому что с этим курсом жить нельзя. Ну, возьмем тоже здравоохранение. Мы сколько говорили нашим политическим оппонентам, нашим единороссам, что, ребята, не надо ни в коем случае оптимизировать настолько глубоко эту систему. Она пригодится, она неминуемо будет востребована, несмотря на то, что стоит, конечно, бюджетных денег, и порой немалых денег. Нет, мы видели, начиная с 2000-х годов, вот эта повальная оптимизация ФАПов, больниц, больничных коек, врачей. Если мы возьмем статистику, то мы видим в 2-3 раза показатели. И это что привело к тому, что сейчас, конечно, хватаемся за все. Вот как наши сейчас коллеги в ЗАГС собрании наоптимизировались, а теперь Тианы передают в поликлинику, Тиану передают в перинатальный центр и хвастаются. Так, а что хвастаются? Мы считаем, что это неправильная политика изначально была. Лучше бы мы не полтора миллиона стоимость Тианы, а 3-4 гранты бы купили заранее, 5 лет назад, год назад. Вот это была бы плановая, государственный подход, плановое здравоохранение. То, за которую мы говорим, и та, которая доказала свою эффективность. Например, если взять Китай, коэффициент на 100 тысяч 50 человек заболевших. Вьетнам на 100 тысяч 1,8% заболевших. То есть мы видим, что в странах, где советская медицина стала основой, в странах социалистического пути развития, Они спокойно преодолели пандемию, спокойно и сейчас ждут развития ситуации не так, как мы в таком хаосе. Поэтому мы считаем, что все нынешнее развитие подтверждает, что программа КПРФ найдет себе дорогу, найдет рано или поздно себе применение. Ну, а все же, никто не ожидал, понятно, что будет такая пандемия, никто не ожидал, что будет такой рост и всплеск заболевания. Вот ваши инициативы в этом году, понятно, что они, наверное, были связаны как-то, в том числе и со здравоохранением. Какие удалось вам осуществить, принять, а какие остались неосуществленными, ну, в планах, может быть, на 2021 год? Конечно. Прежде всего, если говорить про Государственную Думу, это десятки законов федерального значения, которые были приняты по инициативе КПРФ, вот буквально закончилась сессия декабрьская, и на последней сессии несколько законов было принято, это по развитию сельского хозяйства, по социальным программам. У нас в Амурской области мы добились ряд законопроектов, которые мы инициировали, и они тоже направлены на социальное. Это мы подкорректировали наш закон о детях войны, который сейчас немножко увеличил вот тот период по детям войны, который может получать выплаты, социальные выплаты. Ряд других инициатив. Поэтому, конечно, мы работаем, и еще более амбициозные задачи будем ставить на наступающий, 21-й год, на будущее. Вот совсем недавно прошла конференция президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Как вы оцениваете то, как пообщался президент с прессой, и какие результаты у этой пресс-конференции? Вы знаете, вот вернусь с того, что начал, спасибо за вопрос, то, что вот и путинские указы, ряд указов, путинские инициативы, они подтверждают то, что мы говорим о необходимости прислушиваться к нашей программе. Ну вот взять, например, то, что начался год с чего у Путина. Вот федеральное послание, он сказал, что нужно вводить частично прогрессивное налогообложение. Кто получает больше 5 миллионов, то уже не 13%, а 15% нужно платить. Мы об этом говорим вот изо дня в день на протяжении многих лет. Прогрессивное налогообложение это то, что даст для социальных направлений в бюджет пополнение. Можно сказать, вас услышали. Нас услышали. Кроме этого, вот Путин услышал, что на сахар там под 90% поднялось, на масло под 25% цена поднялась. Мы об этом все время говорим. Мы, большая страна, большая территория, нужно государственное регулирование. Обязательно это нужно сохранять. Не либеральный вот этот хаос олигархической экономики, который есть, который, вот как мы сейчас с вами знаем, на местном уровне, закрывает муниципальные предприятия. Многие говорят, что зачем они нужны, туда зайдешь, вот в этот рынок ГСТК, например, в Благовещенске, все как вот такое по старинке. Но, уважаемые друзья, давайте посмотрим на вход, где написано рабочие места. Что такое ГСТК написано? Что это благоустроенные рабочие места для благовещенцев. А не так, как мы заходим в Москве, в Ашан, в торговую сеть какую-нибудь другую на Дальнем Востоке, в том числе и Благовещенской, и работают кто? Не будем сейчас конкретизировать, но это рабочие места не для благовещенцев. Это не наши налоги, это не наша социальная сфера, не наша экономика. Поэтому мы считаем, КПРФ, что нужно регулировать и цены, нужно регулировать и муниципальные предприятия создавать, чтобы устойчивее была касса Благовещенская региона. Рабочие места и чтобы была прибыль, чтобы была устойчивость. Поэтому мы считаем, что вот этот год, кризис, он обострил социально-экономические проблемы и показал, что наша программа, она обязательно найдет себе дорогу, о чем мы рады в этом плане и будем добиваться этого. 2021 год, год выборов. Будут выборы в Государственную Думу, будет обновляться состав Законодательного Собрания Амурской области, вы готовитесь, как-то кандидатуру уже подобрали, готовы ли к борьбе политической, к выборной борьбе? Конечно, конечно, это будет непростой год, и мы призываем всех наших сторонников, во-первых, не унывать, несмотря на то, что год был сложный, уходящий, и многие с таким пессимизмом смотрят. Мы всегда говорим, КПРФ партия оптимистов, политических оптимистов. И поэтому мы желаем, во-первых, всех, пользуясь возможностью, то, что у нас программа пишется в преддверии Нового года, всем нашим амурчанам-землякам вот этого оптимизма. Желаем энергии и, конечно же, вместе победим. Мы уверены, что наша программа с вашей поддержкой, уважаемые земляки, завоюет популярность, придет победа, и мы модернизируем сегодняшний губительный для России социально-экономический курс. Это наше устойчивое мнение. Ну, фактически уже предвыборные лозунги у нас пошли. А все-таки, какие социальные еще проекты были в этом году? Вами реализованы? Наверняка вы видели чаяние населения, им помогали как-то? У нас был, конечно, проект, которым занималась молодежь. Это, прежде всего, ленинский комсомол, который рядом с партией. Своих не бросаем. Мы помогали как людям старшего возраста, которые являются в партии, члены семей партийной, вот в этот тяжелый период изоляции. Мы провели ряд конкурсов для молодежи, для школьников. Очень хороший был конкурс «Ленину-150». Это изобразительное искусство, и сочинения, и стихотворения читали наши дети от северных наших районов до южных, в том числе и за пределы области этот конкурс вышел. Мы провели региональный этап всероссийского конкурса для талантливой молодежи. И все это онлайн, да? Понятно, что... Где-то частично онлайн. Призы вручали уже, пытаясь в сентябре в школах соблюсти все санитарные. Поэтому были большие проекты. Конечно, жизнь партии изменилась, но тем не менее мы даже в какой-то степени благодарны, потому что вышли на новые уровни, вышли на те методы работы и тактические, и стратегические, которые раньше не использовали. Спасибо вам большое за этот разговор. Действительно, в преддверии Нового года остается вам пожелать только победы на всех ваших фронтах, и самое главное, побольше полезных законов, полезных действий, которые вы бы могли... Будем стараться. Спасибо. Спасибо, Роман, большое. Сегодня мы говорили с Романом Кобызовым, первым секретарем Амурского обкома КПРФ. В эфире была программа «В центре внимания» в студии Андеряда Пархунова. До встречи. Роман Кобзовым, первым секретарем Амурского обкома КПРФ.